Металлург-Лада Игривое настроение Кошечкина передалось почему-то Металлургу. И хозяева за 43 секунды практически решили исход матча. Защитники Лады, впрочем, любезно им помогли. Макаров удалился, а оставшиеся на льду забыли, что Попов хоть в этом сезоне и не забивал, но суть игры знает. Затем 28-й номер Лады неожиданно забыл придержать Александра Головина. 2-0. Две ошибки мы совершили, конечно, ужасные. И, в общем-то, это сейчас у нас повторяется в каждом матче, потому что опытные игроки совершают. В большинстве все свалились там, а одного вообще не касались, ничего. И друга просто оставило на подарочек, в котором он играл. К концу периода хозяева в качестве ответного подарка в большинстве зевнули по ново. Интрига была отложена на последние минуты игры. Получилось захватывающе. За 48 секунд до конца Металлург остался в меньшинстве из-за оплошности Евгения Орлова. Виновник сел на скамейку штрафников и горько заплакал, однако напрасно. Денис Стасюк с точностью заядлого гольфиста решил исход матча. Болельщики люди очень суеверные, поэтому на трибунах в последнее время трудно услышать слово на букву «У». Но именно оно помогает, точнее, она. Удача помогает команде. Антон Орлов, Георгий Демкин, Вести Спорт, Новокузнецк. Сегодняшний игровой день в КХЛ начался со встречи «Амурнефтехимик». Две домашние победы подряд хабаровчане в нынешнем сезоне еще не одерживали, а потому, учитывая, что двумя днями ранее команда Александра Блинова одолела ладу, у местных болельщиков были серьезные опасения относительно результата сегодняшнего матча. Подробности у Александра Кумарина. Начало встречи подтвердило страхи хабаровских поклонников хоккея. «Нефтехимик» выглядел лучше. Атаковал австрей, разве что забить в первые минуты не сумел. Хозяева, сдержав натиск, стали предпринимать опасные попытки повести в счете, в основном упывая на контратакующие действия и броски с дальней дистанции. В итоге помощь пришла со стороны хоккеистов «Нефтехимика». Ошибка в собственной зоне стала отличным подарком для Виталия Шулакова и Руслана Хасаншина. Последний мастерский переиграл «Братаря». Произошло это в середине первого периода, а счет 1-0 продержался до середины третьего, когда равенство восстановил Сергей Демагин. Эта шайба вновь заставила болельщиков Амура вспомнить о неприятной статистике. Но победа все-таки была больше нужна хозяевам. За две с половиной минуты до финальной сирены невнимательной игрой «Нефтехимика» в обороне воспользовался Игорь Игнатушкин. 2-1. Магнитогорский «Металлург» на своем льду уверенно переиграл столичный «Спартак». Уже к восьмой минуте подопечные «Милоша Ржиги» уступали 0-2. У Столиваров отличились Станислав Чистов и Томаш Ролинок. Гости смогли одну шаеву отыграть на старте второго игрового отрезка. Выход один на один использовал Штефан Ружечко. Ну а под его занавес гол-шедевр удался Алексею Кайгородову. Его бросок по воротам Евгения Конобрия пришелся точно в правую девятку. На 43-й минуте интригу могла вернуть шайба капитана «Спартаковцев» Дмитрия Упера, которая снова сократила разрыв в счете до минимума 3-2. Но точные броски Виталия Атюшова в большинстве и Станислава Чистова, оформившего дубль, установили окончательный счет встречи. 5-2 победа дружины Валерия Белоусова. Недавняя отставка главного тренера Сибири Владимира Семенова пока не принесла ощутимого эффекта для новосибирского клуба. Хотя стоит отметить, что у его соперников, хоккеистов Акбарса, после поражения 2-5 от новокузнецкого «Металлурга», мотивация была запредельная. На протяжении 40 минут борьба на льду концертно-спортивного комплекса «Сибирь» была равной, и по их истечении на табло горели цифры 2-2. А вот заключительный период стал настоящим бенефисом Алексея Морозова, который целых 4 раза смог зажечь красный свет за воротами. Именно эффективные действия капитана «Белых Барсов» и стали залогом итогового успеха коллектива «Зениту» и «Белелитзинова» 7-4. Автомобилисты хоккейный клуб МВД смогли выявить сильнейшего только в серии буллитов. Победу хозяевам принес точный бросок Станислава Жмакина. Челябинский трактор на своем льду крупно уступил набравшему ход Ярославскому локомотиву. У победителей дублем отметился Сергей Коньков. Александр Кумарин, Вести Спорт. Александр Кумарин, Вести Спорт. Александр Кумарин, Вести Спорт.